Действительно, опухоли редкие, не только для органов головы и шеи, но вообще для любых локализаций. Но для того, чтобы не ошибаться, конечно, нужно знать об их существовании и ряд нюансов, которыми они отличаются друг от друга. Что касается опухоли абрикосова, то в соответствии с номенклатурой и действующей классификацией Всемирной организации здравоохранения, эта опухоль называется гранулярно-клеточная или зернистоклеточная опухоль. Если мы возьмем классификацию опухоли органов головы и шеи, то она относится к рубрике опухоли мягких тканей. Если же взять классификацию опухоли мягких тканей, более детализированную, то эта опухоль относится на сегодняшний день к группе опухолей из оболочек периферических нервов. Она была описана в 1926 году российским патологоанатомом абрикосовым. Изначально при отсутствии дополнительных методов иммуногистохимических и даже электронной микроскопии была расценена как опухоль мышечного происхождения и названа гранулярно-клеточной миобластомой. На сегодняшний же день мы считаем, что эта опухоль развивается из швановских клеток. Большинство этих образований экспрессируют диффузное С100, белок, который характерен для опухолей нейрогенного происхождения. Но нужно отметить, что есть небольшая группа так называемых С100-негативных ненейральных гранулярно-клеточных опухолей, которые имеют сходную с классической гранулярно-клеточной опухолью морфологию. Но, как правило, С100-негативны, и для них описано наличие перестройки с участием гена АЛК, и в том числе гиперэкспрессия этого белка, которая может быть выявлена иммуногистохимическим методом. Что касается встречаемости, то эта опухоль довольно часто ассоциирована с различными слизистыми оболочками и вообще покровными тканями. Из наиболее частых локализаций обозначают в литературе полость рта, кожу и органы желудочно-кишечного тракта. Но, в принципе, эти образования могут развиваться в любых отделах организма, в любых органах. Вот эти вот три преимущественные локализации, вероятно, связаны с тем, что именно в этих участках, а полость рта – это чаще язык, более высокая плотность концевых отделов периферических нервов, из которых, собственно, видимо, эта опухоль развивается. Что касается возрастной категории, то пик заболеваемости описан у женщин гораздо чаще, чем у мужчин, и в среднем возрасте – это 40-60 лет, хотя эти опухоли могут быть выявлены у людей любого возраста и пола, и в том числе за пределами обозначенных локализаций. Что касается морфологической характеристики, то эта опухоль состоит из монотонных клеток с довольно монотонными овальными ядрами, которые содержат конденсированный хроматин, и вы видите широкую эозинофильную или базофильную, может быть, в ряде случаев, цитоплазму, и нечеткие или совершенно неразличимые межклеточные границы. Эта опухоль не формирует каких-то узловых структур или нодулей, она характеризуется инфильтративным ростом, несмотря на то, что является доброкачественной по своей природе, хотя описан и злокачественный аналог этой опухоли. Как правило, дифференциальный диагноз не представляет сложности, если эта опухоль имеется в биоптате, потому что это характерные морфологические изменения, очень характерный иммунофенотип. Как я уже сказала, это опухоли 100 позитивно, что отражает ее нейрогенное происхождение. Она очень часто цитоплазматически экспрессирует CD68, который по классификации ГХ-маркеров относится к макрофагальным маркерам, но на самом деле он не очень специфичен в силу того, что окрашивает лизосомы в цитоплазме клеток. Поэтому, в принципе, он может быть позитивен во всех клетках, которые богаты лизосомами в цитоплазме, а вот эта зернистость или гранулярность для этой опухоли характерна именно такими крупными цитоплазматическими лизосомами. СОКС-10 тоже на сегодняшний день доступный, очень специфичный нейрогенный маркер, безусловно, позитивен. И что помогает в ряде случаев в дифференциальной диагностике с другими эпителиоидно-клеточными опухолями, это экспрессия ТФЕ3, которая, собственно, является отражением наличия перестройки с участием соответствующего гена, и ограничена эта экспрессия очень небольшим количеством других эпителиоидно-клеточных опухолей, таких как МИТФ, ассоциированные, перестроенные почвенно-клеточные раки, и в пикомах или так называемых переваскулярных эпителиоидно-клеточных опухолях может развиваться транслокация, соответственно, гиперэкспрессия этого маркера, поэтому он, в общем, в сложных случаях может быть очень полезен. Но на самом деле есть еще целый ряд в разной степени специфичных окрасок, это и другие нейрогенные маркеры, и виментин, и в ряде случаев она может экспрессировать ингибин и колоретинин, что может ставить дифференциальный диагноз с опухолями стромополового утяжа при локализации в соответствующих органах. Но что, собственно, создает самые большие сложности в дифференциальной диагностике этих образований, особенно если они ассоциированы со слизистыми оболочками, это то, что в очень большом проценте случаев эпителий над опухолью подвергается так называемой псевдоэпителиоматозной гиперплазии. То есть это гиперплазические изменения, которые могут быть гипертрофическими, могут симулировать инвазивный рак, как в данной ситуации, например, полоскоклеточный, в виде гнезд, которые уже в субэпителиальную строму проникают. И при исследовании поверхностных биоптатов, если глубже лежащие отделы зернистоклеточной опухоли в биоптат не попадают, это может приводить к ошибочной диагностике эпителиальной злокачественной опухоли в ассоциации с гранулярно-клеточной опухоли. Но, как правило, гранулярно-клеточная опухоль, несмотря на то, что могут гистологически иметь признаки воскулярной переневральной инвазии, что не свидетельствует об их злокачественности, имеют довольно четкий контур, ограниченные, и не проникают в подлежащие ткани, не вызывают деструкции. То есть это, как правило, узловое экспансивно растущее образование. Вот пример того, как погруженные эпителиальные комплексы в субэпителиальную строму могут очень здорово имитировать плоскоклеточный рак в данной конкретной ситуации. Это случай образования гортани. Такой вот биоптат у нас был. Кроме того, вызывает сложности то, что в ряде случаев вот эти вот покровные эпители могут подвергаться изменениям, которые характерны для дисплазии, в том числе для дисплазии тяжелой степени. Здесь в этой ситуации мы, конечно, склонны считать, что это реактивные изменения на гранулярно-клеточную опухоль, потому что она непосредственно прилежит к эпителию и находится в глубже лежащих отделах биоптата. И здесь не было, так сказать, поводов гипердиагностики эпителиальной злокачественной опухоли. Хотя были вот в том числе и такие языки, аккантатические тяжи и отдельные комплексы уже внизу, которые при отсутствии гранулярных вот этих зернистых клеток могли бы быть расценены именно как инвазивный плоскоклеточный рак. И эта опухоль растет диффузно и инфильтративно, хотя и узлом. И, как правило, в силу своей доброкачественной природы она сохраняет предсуществующие структуры. Вот это зажатые слизистые железы гортани, которые входят в состав опухоли. Но в ряде случаев опухоль может в том числе разрушать подлежащие структуры. Так вот у нас был случай, где она разрушала к речи гортани. Хотя это для них не характерно и не является признаком, опять же, злокачественности этой опухоли. В качестве признаков злокачественности описаны следующие 6 параметров. Это наличие некроза, увеличение методической активности более чем 2 метоза на 10 полей большого увеличения микроскопа, появление веретиновидных клеток, выраженный ядерный полиморфизм, изменение ядерно-цитоплазматического соотношения в сторону ядра, просветление ядра, появление ядершек, что свидетельствует о активности клеток, в том числе о возможной прориферативной активности, хотя деструктивный рост не является признаком. То есть в основном они цитологические и индивидуальные некрозы. Что еще может осложнять нам жизнь и работу? То, что описаны хоть и единичные случаи сосуществования гранулярно-клеточной опухоли и плоскоклеточного рака, опять же, именно для области головы и шеи. Эта ситуация очень редкая, и, конечно, для того, чтобы поставить этот диагноз, необходимо иметь, как правило, операционный материал для полноценного анализа, чтобы, возможно, было четко разграничить реактивные псевдоэпителематозные изменения от истинного инвазивного плоскоклеточного рака. Это может быть непросто, так как, собственно, степень выраженности гиперплазии может быть флоридная, очень яркая, и при этом у нас нет какого-то маркера, который бы однозначно позволил отличить гиперплазию, в том числе, как мы видели уже, возможно, с наличием признаков дисплазии от инвазивного высокодифференцированного плоскоклеточного рака. Поэтому только вот такая вот комплексная работа и сочетание, в том числе, с данными клиника лучевого обследования позволяет поставить диагноз особенно по ограниченному материалу.